Японская народная сказка «Брат и сестра». В старину это случилось, в далекую старину. Жили в одной горной деревне сестра с братом, круглые сироты. Сестру звали Сакихиме, еще и 12 лет ей не было, а уж она все хозяйство вела и за своим младшим братом присматривала. Встанет рано-рано утром и воды наносит, и дом приберет, и завтрак приготовит. Все вовремя. Проснется младший брат Вакамадсу, сестра умоет его и оденет, и сказкой потешит. А потом начнет ткать полотно на продажу. До вечера ткацкий станок стучит. Кирикара тон-тон-тон, кирикара тон-тон-тон. Быстро-быстро бегает уток по основе, а за ним длинная нитка торопится. Хорошая пряха была Сакихиме, работает и песню поет. А на другом конце улицы стоял большой красивый дом. Жил в нем деревенский богач. Много у него было слуг и домочадцев, да только никто в том доме веселых песен не пел. Не всегда ведь богатство и радость по одной дороге идут. Был у злого богача сынок Дзиро, первый в деревне драченый обидчик. В школе все его боялись. Вот однажды шел Вакамадсу мимо школы, а в это время ученики во дворе играли, и Дзиро тоже там бегал. Одному ножку подставит, другому подзатыльник даст. Увидел он маленького Вакамадсу и давай дразнить его и насмехаться. Эй ты, Вакамадсу, тебе уже семь, а глупый совсем. В школу не ходишь? А ну скажи, сколько будет? Одна ворона да одна собака. Не знаешь, а какая дорога длиннее? Из Киота в Осаку или из Осаки в Киота? Молчишь? Кыш-кыш, мальчик глупыш. Покраснел Вакамадсу от стыда. Стал он краснее алого мака, краснее стручка спелого перца. И с плачем побежал домой. Вышла к нему сестра навстречу. Что с тобой? Отчего ты плачешь? Кто тебя обидел? Мальчишки дразнят. Не учим меня зовут. Знаешь, как обидно. Улыбнулась Сакихима. Легонько похлопала брата по плечу. Полно, полно, не плачь. Эту беду легко исправить. Завтра же ты пойдешь в школу. Ложись-ка спать пораньше. Утром дала Сакихимы брату ящичек с черной тушью и красивую кисточку. Взяла она мальчика за руку и отвела в школу. Ласково встретил его учитель. Вот хорошо, Вакамадсу, что ты учиться захотел. От ног следы сотрутся, а от кисти остаются. Ничего я еще не знаю. Не умею, пожаловался мальчик. Это не беда. Ведь и высокую башню начинают строить с самого низа. Камень за камнем кладут, и поднимается она до самых облаков. Садись сюда. Вот твое место. Начал Вакамадсу учиться. Мальчик он был понятливый, все на лету схватывал. Скоро обогнал он в учении всех других школьников. А сын богача Дзиро завистливый был. Пошел он жаловаться своему отцу. Неужели ты позволишь, чтобы этот малыш Вакамадсу верх надо мной взял? Все меня засмеют, ведь он не выше грибка в лесу. Это он тебе назло так хорошо учиться, решил богач. А ты вот как сделай. И научил сына, что тому говорить. Эй, друзья, сказал Дзиро школьникам. Все мы учимся, учимся. Надо и повеселиться. Давайте устроим завтра утром состязание вееров. Кто принесет самый лучший веер, тому и быть среди нас первым. Тот и молодец. Согласились мальчики. Пошел Вакамадсу домой. Грустный, грустный. В их бедном домике ни одного веера не было. Стала сестра утешать его. Не печалься, братец. Нынче же вечером я в город пойду. Куплю тебе веер. А до соседнего города путь не близкий. Через три бамбуковые чащи надо пройти. На три горы подняться. С трех гор спуститься. Темно стало. Идет сакихим и фонарем дорогу освещает. Ночью в горах страшно. То сова заухает, то кусты зашуршат. И словно дальние деревья с ближними переговариваются. Шух-шух, кто там идет? Шух-шух, кто там идет? Шух-шух, идет добрая сестра. Раздвигайтесь ветки. Расступайтесь скалы. Было уже далеко за полночь, когда пришла сакихима в город. Отыскала она лавку мастера веероев и постучала в дверь. Загремел тяжелый засов. Вышел к ней мастер вееров, глаза протирает. Что тебе, девочка, надо? Зачем по ночам людей беспокоишь? Разве не могла ты до утра подождать? Тут рассказала сакихима, для чего ей веер нужен и почему она ночью из деревни пришла. Удивился мастер. Видно, крепко ты любишь своего брата, коли не побоялась одна в темноте через горы идти. Хорошо, я дам тебе самый лучший веер своей работы и денег с тебя не возьму. Вот он, держи. С виду этот веер неказистый, но есть у него одно чудесное свойство. Научил мастер девочку, как с веером обращаться. Поблагодарил и сакихима доброго мастера и радостно опустилась в обратный путь. Только утро занялось, а сакихима уже дома. Разбудила маленького брата, в школу собрала. А на прощание строго-настрого ему приказала. Вот тебе веер в Акаматсу, но смотри, по дороге его не раскрывай. Раскроешь только в школе. А когда скажут нельзя, тут-то любопытство и разбирает. Не терпится мальчику посмотреть, что за веер ему сестра дала. С виду он невзрачный и с самой простой бумаги. Но может быть на нем красивая картинка? Приоткрою-ка я веер чуть-чуть, самую малость. И взгляну, думает в Акаматсу. Сдвинул он одну планку веера в сторону. Глядит, маленькая лошадка нарисована. Бока в яблоках, хвост по ветру развивается. Вдруг, что за чудо? Лошадка ожила. Как взмахнет она передними копытами, как брыкнет задними, да как заржет и-го-го. И вдруг замолкла, не шелохнется. Испугался Вакаматсу и поскорей захлопнул веер. Вот и школа. На дворе уже много учеников собралось. Каждый в руках раскрытый веер держит. Так и кажется, что на двор много пестрых бабочек слетелось. У всех вееробумажные, а у дзира шелковый, с золоченой рукояткой. На шелку цветы, как живые нарисованы. Среди цветов красавицы гуляют в богатых нарядах. Вот, видели? Похваляется дзиру. У меня самый красивый веер. А ты Вакаматсу что принес? Ох, какой плохонький веер. Дешевый. Верно, на нем и картинки нет. Медленно-медленно стал Вакаматсу раскрывать свой веер. Сдвинул одну планку. Вот и лошадка в яблоках. Эй, не на что глядеть. Хромая кляча. Вот неудача. Насмехается дзиру. Раскрыл Вакаматсу веер чуть-чуть пошире. Показалась вторая лошадка гнидой масти. Стоит, траву щиплет. Вдруг подняла лошадка голову, тряхнула гривой, как заржет. Иго-го. Так громко она заржала, что на соседнем дворе лошадь отозвалась. Мальчики так рты и разинули. Еще одну планку сдвинула Вакаматсу. Новая картинка показалась. Ах, какой славный вороной конек. Поднялся вороной конек на дыбы и пошел прыгать и скакать. Но вдруг услышал он ржание лошади на соседнем дворе. Остановился, уши наставил и сам в ответ, как заржет. Иго-го. А потом замолчал и замер. Смотрели мальчики, смотрели. Нет, не шелохнется картинка. Одно за другой сдвигал планки Вакаматсу. И каждый раз новое чудо. Восемь лошадок было на веере нарисовано. И все они ожили и заржали. Кроме самой первой. Опомнился Деру и говорит. Вот невидаль, нашли на что девиться. Веер-то с изъяном. Одна лошадка, видно, дохлая, так и не ожила. Это я виновата, печалился Вакаматсу. Не велела мне сестра веер по дороге раскрывать. А я не послушался. Чуть-чуть приоткрыл. Ожила лошадка, заржала. Да не вовремя. Нехорошо ты поступил в Вакаматсу. Не послушался своей сестры, сказал учитель. Но все равно твой веер самый лучший. Другие и в сравнение не идут. Услышал этот Деру и с досадой изломал свой богатый веер на мелкие кусочки. Что веера, говорит он. Пустое дело веера. А мы завтра устроим новое состязание, повеселее. Станем пускать кораблики. Посмотрим, у кого будет самый лучший кораблик. Уж, наверное, у самого умного. А самый плохой будет у самого глупого. Пошел Вакаматсу домой, понурив голову. Ты что такой невеселый? Спрашивает Сакихимы. Завтра все мои школьные товарищи будут пускать кораблики по реке. А у меня ни одного нет. Застыдят меня. Засмеют. Не печалься, Вакаматсу. Эту беду легко поправить. Я опять пойду в город. Куплю тебе кораблик. Вышла Сакихимы в путь уже под вечер. Скоро стало совсем темно. Идет девочка по крутой тропинке. Фонарь у нее в руках еле-еле светит. А кругом шепчутся деревья. Шух-шух, идет добрая сестра. Шух-шух, идет добрая сестра. Берегите ее, берегите. Гоните ведьму, пугайте волка. В самую полночь добралась Сакихимы до города. Темно на улицах, все огни в домах погашены. Долго бродила Сакихимы по городу, пока отыскала дом мастера игрушек. Вышел на ее стук мастер, сердитый, заспанный. Тебе чего? Горит что ли где-нибудь? Будить людей ночью? Бессовестная! Закричал он на девочку. Попросила Сакихимы у него прощения. А потом рассказала, зачем она так поздно к нему пришла. Перестал тогда мастер сердиться. Вон ты какая смелая! Ну уж так и быть. Не отпущу тебя с пустыми руками. Сделал я для княжеского сына чудесный кораблик. На, возьми. Подарил мастер девочке маленький кораблик. Был он вытесан из куска простого дерева, некрашенный. Вместо паруса лоскут серого холста. К утру вернулась Сакихимы домой. Накормила брата и в школу снарядила. Возле школы текла река. Все мальчики на берегу собрались. У каждого в руках кораблик. Один лучше другого. Адзиро принес самый красивый. Сделан он вроде большой джонки, какие по морю плавают. Но срезной, бока золотом расписаны. Парус красный, шелковый. Загляденье. Стали мальчики пускать кораблики по воде. Пора была весенняя. На полях вдоль берегов цвела желтая сурепка. И река от этого тоже казалась желтой. Поплыли пестрые кораблики по золотой воде. Джонка с красным парусом плывет, словно большая черепаха среди стаи маленьких рыбок. Стыдно стало Вакамадцу, что у него самый плохой кораблик. Спрятался мальчик за чужими спинами и только одним глазом посматривает. Эй, Вакамадцу, кричат школьники, где ты? Иди сюда, твоя очередь. Нечего делать. Вышел Вакамадцу вперед, в руках свой кораблик держит. Ха, вот потеха смеется Дзиро. Не кораблик это, а простая щепка. Пустил Вакамадцу свой кораблик по воде. Вдруг откуда ни возьмись, появились на нем маленькие куколки, ростом не больше мизинчика. Закричали они, как заправские гребцы. Налегай на весла, разом, дружно, разом, дружно! Хлопочут куколки. Кто веслами гребет, кто парус ставит. Полетел кораблик, как птица. Всех обогнал. Большая джонка далеко позади осталась. Куколки песню затянули. Плыви, кораблик наш, плыви, не бойся омута. Сначала по реке плыви, а после по морю. На море островы тыщи, где солнце прячется. И дремлет ночью на песке, жемчужной отмели. Бегут мальчики вдоль берега. Глаз не сводит с чудесного кораблика. А он плывет все быстрее и быстрее. Так и уплыв в море. Ты опять победил Вакамацию, улыбнулся учитель. Лучше твоего кораблика, верно, на целом свете нет. Затрясся от злости, Дзира. Что теперь делать? Как быть? Но мы еще посмотрим, кто победит. Что за невидаль кораблик? Давайте будем завтра воздушных змеев в небо запускать. У кого выше всех воздушный змей поднимется, тому из нас и быть первым. Согласились мальчики. А Вакамацию опечалился. Нет у него воздушного змея. Пошел он со слезами домой. Стала сестра утешать его. Не горюй Вакамацию. К завтрашнему утру будет у тебя воздушный змей. Да какой хороший, вот увидишь. Опять пошла Сакихима ночью через горы. Луна дорогу освещает. И словно голоса где-то шепчутся. Шух-шух, ветки, раступитесь. Шух-шух, камни, откатитесь. Шух-шух, идет добрая сестра. Шух-шух, идет добрая сестра. Пришла Сакихима в город. Отыскала дом мастера воздушных змеев. Вышел на ее стук мастер, зевая во весь рот. Кто там стучится? Зачем в глухую полночь пришла? Ступай назад, приходи в полдень. Стала Сакихима рассказывать, почему она так поздно пришла. Призадумался мастер. Вон оно какое дело. Крепко же ты своего брата любишь. Слушай, есть у меня чудесный змей. Нет ему равного на всем свете. Ни за какие деньги не соглашался я продать его. А тебе подарю. И отдал ей воздушного змея. Сделан был этот змей из простой белой бумаги. Хвост мочальный. Поблагодарила Сакихима мастера и побежала домой. Рано утром подняла она брата с постели и говорит. Вот тебе воздушный змей в Акамадсу. Иди не бойся, будет он не хуже других. Собрались все мальчики на лугу. Каждый воздушного змея держит. Каких только воздушных змеев там не было. Один как птица, другой как рыба, третий как летучая мышь. А у Дзиро самый большой, на страшного дракона похож. Увидел Дзиро, какого змея принес в Акамадсу, и давай над ним смеяться. Вот так змей, хуже видно на всем острове не нашел. Послушай Акамадсу доброго совета. Иди-ка домой, да спрячься у своей сестры под передником. Тут вдруг подул свежий ветер. Стали мальчишки воздушных змеев запускать. У, как затрещали змеи, как высоко они поднялись. Воздушный змей Дзиро всех выше летит. Хвостом, как живой, шевелит. В Акамадсу, что ж ты ждешь? Кричат мальчики. Запускай своего змея. Запустил В Акамадсу змея и запел. Змей, воздушный змей, лети, в небо высоко лети. В небе звезды перечти. Две звезды, три звезды. Лети дальше, считай больше. Доброго тебе пути. Высоко-высоко взлетел воздушный змей. И вдруг обратился в настоящего дракона. Бьет дракон длинным хвостом. Чешуя с золотом отливает. Искры из ноздрей сыплются. Встретил он на пути бумажного дракона, которого Дзиро запустил. Разинул пасть. Да как проглотит. Мальчики от страха на землю попадали. А дракон вдруг рассыпался радугой. Выгнулась радуга семицветным мостом. От самой высокой горы до самой далекой. И растаяла. Опомнились мальчики и зашумели. В Акамадсу победил. В Акамадсу победил. Он у нас самый умный. И учитель тоже сказал. Да. Победил Акамадсу. Покраснел Дзиру от злости и досады. И побежал к своему отцу жаловаться. Что же это говорит? Ты на селе самый первый богач. А не мог мне помочь? Все лучшие мастера даром для Акамадсу стараются. А для нас не хотят. А ведь ты мне говорил, что деньги всего на свете сильнее. Да. Насупил брови богач. За деньги и черти в аду служат. Но сейчас, видно, пора на хитрость пуститься. Ты вот что завтра мальчикам скажи. И научил своего сына, как всех обмануть. На утро пришел Дзиру в школу и говорит. Эх вы, кого победителем признали. Ему сестра помогала. А я вызываю Акамадсу на другое состязание. Настоящее. Тогда увидим, кто из нас самый смелый и самый сильный. Стоят возле нашей деревни две горы. Восточная и западная. Равные они вышины, равные крутизны. На одной горе ведьмы живут, на другой черти. Это уж верно. Это мне моя бабушка сказывала. Нынче ночью побежим мы с Вакамадсу на перегонки. Один пусть на восточную гору поднимается, другой на западную. У каждого будет зажженный фонарь в руках. По этим фонарям и узнают, кто из нас выше залезет. То ты смельчак, то ты победил. Ну как, Вакамадсу, согласен? Что было делать Вакамадсу? Не может же он отказаться? Согласен, говорит. А если согласен, то старшим ни слова. А скажешь, значит, струсил. Вот поздним вечером собрались все мальчики из школы в установленном месте. На перекрестке дорог. Одна тропинка вправо идет к восточной горе, другая тропинка влево ведет к западной горе. Поставили мальчики Дзиро и Вакамадсу спиной друг к другу и дали каждому из них в руки зажженный фонарь. Хлопнул один из мальчиков в ладоши. Побежали Вакамадсу и Дзиро, каждый в свою сторону. Лезет Вакамадсу вверх по крутой тропинке на западную гору. Страшно ему. Хочется назад побежать, но стыдно прослыть трусом. И снова мальчик вверх на гору лезет. Не повернул Вакамадсу назад, добрался до самой вершины. На вершине высокая сосна растет. Поставил Вакамадсу фонарь на землю, привязал к нему бечевку и полез на сосну. Влез на нижние ветки, а дальше не может. Свистит ветер на вершине, сосну качает. Подтянул к себе фонарь Вакамадсу и в воздухе им помахал. И не знает он, что обманул его Дзиро. Не ушел Дзиро далеко. За поворотом тропинки ждали его двое слуг. Один остался с Дзиро, чтобы ему не страшно было, а другой с фонарем на гору полез. Сидит Дзиро на камушке, в теплый халат кутается. Ловко я провел этого глупыша, смеется Дзиро. Сейчас он верно уже с ревом назад бежит. Понабрался страху один на горе. Поднялся слуга на восточную гору. На горе высокая сосна растет. Еще днем слуга так веревку укрепил на самой верхушке сосны, чтобы можно было фонарь поднять и спустить. Привязал он фонарь к веревке и потянул. А мальчики внизу радуются. Наш Вакамадзу поднялся на западную гору. Не струсил наш Вакамадзу. Наш Вакамадзу победил. Вдруг на вершине восточной горы тоже фонарь засверкал. Высоко-высоко поднялся фонарь, как птица взлетел. Чей фонарь выше? Как будто все-таки фонарь Дзиро. Опечалились мальчики. А Вакамадзу сидит на сосне. Весь закоченел на ветру. Только хотел он назад спуститься, как вдруг послышался шум крыльев. Словно большая птица прилетела и опустилась на ветку неподалеку от Вакамадзу. Смотрит Вакамадзу не птица эта, а тынгу, дух гор и леса. Нос у него длинный, как рукоятка у меча. На крючковатых пальцах когти. Замер мальчик от страха. А тынгу смотрит на фонарь и говорит. Эй, человеческий детеныш, откуда у тебя эта маленькая луна? Очень она мне нравится. Подари мне. А Вакамадзу ни слова сказать не может. Но если не хочешь подарить, давай меняться. Есть у меня диковинный веер. Если этим веером помахать на кого-нибудь, станет у того человека нос расти. А если сложишь веер и скажешь, нос укоротись, станет нос опять таким коротким, как раньше был. Ну что, согласен? Кивнул Вакамадзу головой. Дал ему тенгу веер, взял фонарь и полетел прочь. Видят мальчики внизу. Вдруг поднялся фонарь Вакамадзу высоко-высоко до самых облаков и полетел по небу. Вот это чудо, кричат мальчики. Тут пришел Дзиру со своим фонарем. Закричал он, ногами затопал. Что за чудо? Летает фонарь Вакамадзу по небу. Так высоко летает, что кажется не больше светляка. Да, опять Вакамадзу победил. А Вакамадзу просидел на дереве до самого рассвета. Еле-еле он с горы спустился, до того промерз. Всю ночь Сакихима не спала, тревожилась, куда брат делся. Увидела она брата, обрадовалась, напоила его горячим питьем и в постель уложила. Все, рассказал Вакамадзу сестре и отдал ей веер тенгу. Утром говорит Дзиру мальчикам в школе. Что, не пришел ваш герой? Верно, чуть живой от страха лежит. Пошли мальчики проведать Вакамадзу. А сестра взяла цитру. Это такой музыкальный инструмент. Положила ее на пол. А над ней маленького краба на ниточке подвесила. Ходит краб по цитре. Ножками струны перебирает. Звенят струны. Говорит Сакихима мальчикам. Слышите? Брат на своей любимой цитре играет. Не мешайте ему. Какая красивая песня, удивляются мальчики. Никогда мы такой не слышали. Это танец краба, улыбнулась Сакихима. Пошли мальчики назад в школу и говорят Дзиру. Зачем ты на праслину на Вакамадзу возводишь? Он здоров и весел, на цитре играет. Не боится наш Вакамадзу ничего на свете. Надоел ты нам. Не хотим мы тебя больше слушать. А тем временем Сакихима поднесла своему брату целительное питье. На лоб ему сок выжило из лепестков алого пиона. На другое утро повела его сестра в школу. И попался им по дороге злой богач со своим сыном Дзиру и слуги с ними. Стал Дзиру говорить отцу. Вон идет этот негодный мальчишка. Из-за него мне в школе житья не стало. Вели нашим слугам отколотить его хорошенько. Проучите его, приказывает богач слугам. Пусть знает, как против моего сына идти. Заслонила с собой Сакихима маленького брата. Не дам его в обиду. Не позволю ее пальцем тронуть. Подбежали слуги. Хотят ее в сторону оттащить. Вынула тут Сакихиме веер из пояса. И давая махать на злого богача. Машет и на сынка его, и на дрочливых слуг. И приговаривает. Нос тянись, тянись, тянись. Вверх тянись, не падай вниз. Обвивайся кольцами два раза в круг горы. Три раза в круг горы. И вдруг начали носы вытягиваться и у богача, и у его сына, и у слуг. Стал у каждого нос длинным, словно угорь, словно ползучая лоза, словно корабельный канат. Обвиваются носы вокруг деревьев, ползут с ветки на ветку. А нос богача зацепился за конек на крыше дома. И еще дальше вверх тянется. Завопил богач с перепугу. Неужели его нос и вправду до луны доберется? Дзиру со слугами в голос плачут. Слетелись тут со всех сторон вороны, и давай каркать. Кра-кра-краденный нос. И начали нос богача клевать. Ой-ой, завопил богач, спасите, помогите. Никогда больше не буду вакамацию обижать. И сыну не позволю. Смилуйтесь, жальтесь. Пожалела их всех добрая сакихимы. Захлопнула она веер и говорит. Нос-нос, укоротись. Нам не надо носа длинного. Стань короче воробьиного. Так и сделалось. Закаялись с тех пор богаче его сынок Дзиру обижать маленького вакамацию. Много с тех пор времени прошло. Вырос вакамацию большим и умным. Долго у него в доме хранился веер тынгу. А потом пошел гулять по свету. А кто своим носом недоволен, пусть этот веер разыщет.